45 тысяч юных красноярцев скоро отправятся отдыхать в летние лагеря. Первые смены заработают уже в начале июня. Сейчас завершается подготовка к приему школьников. Особое внимание уделяют безопасности. Детские центры оборудуют тревожными кнопками, камерами наблюдения. Территория обрабатывают от клещей. Свои двери для ребят откроют 8 загородных лагерей. Среди них Сосновый Бор, Патриот, Союз и Юность. Как отметили специалисты, оздоровительные площадки есть практически в каждом районе края. И в школах, и в спортивных клубах. Помимо этого в городе запускают и другие проекты летнего досуга. Например, велоэкскурсии по набережной Енисея, массовые пробежки, походы и квесты. Родители еще могут записать своих детей в центры. Правда, вот отправить их отдыхать в загородный лагерь уже нельзя. Смены скомплектованы. Для тех, кто остается в городе, будут работать различные кружки. В течение всего лета программу для юных красноярцев подготовили музеи и библиотеки. Музей-усадьба Сурикова будет предоставлять тоже дополнительную культурно-образовательную услугу. Тоже считаем, что вот этот элемент может быть внедрен, потому что в центре города такой зеленый оазис, где можно и элементы деревни, природы и непосредственно еще культурного нашего пласта. Важно придумывать новые какие-то форматы. Например, у меня есть ребят, которые ко мне поедут уже в этом году третий год, и каждый год мы их удивляем, потому что играть в одни и те же игры, проводить одни и те же мероприятия, это скучно, ребятам это быстро надоест. Субтитры создавал DimaTorzok